Всем привет! Вы на канале Есть вопрос. За окном у нас декабрь, а все знают, что декабрь это время волшебства, время ожидания нового года, подарков Деда Мороза. И в связи с этим мы решили делать игры немножко в такой новогодней тематике, чтобы, возможно, вы использовали эти игры при подготовке к новому году. Многие сейчас делают адвент календарей для детей в ожидании праздника, и это можно использовать как одно из заданий. Это будет и весело, и интересно, и полезно, и в тематике нового года. Что же за игра у нас сегодня будет, и что нам для нее понадобится? Как всегда, нам для нее ничего особенного не понадобится, понадобится все то, что наверняка есть у вас дома. А именно, основу будет составлять картон, поэтому любая картонная коробка для этого сходится, желательно не очень толстая, чтобы было удобно вырезать. В моем случае вот два таких листа. Можно делать, вот это у нас будет новогодний шар, сразу скажу, да? Можно делать его чуть меньше объемом, например, или наоборот, чуть больше, если ребеночек еще маленький, да? И ему удобнее будет брать и разглядывать то, что побольше. На одном из листов картона мы обводим, ну, с помощью, я вот делала, с помощью блюдечка, да, например, или какого-то круглого предмета, вот такой вот круг. Делаем такой круг, и внутри этого круга расчерчиваем полоски. Полоски нам нужны будут для коктейльных палочек, соответственно, ну, где-то вот вы подставляете, да, примерно, чтобы палочка туда вошла. Она может быть чуть меньше, чуть больше, но главное, чтобы она туда, в эти прорези провалилась, скажем так, да? Поэтому вот, исходя из этого, мы вырезаем такие прорези. Прорези, опять же, может быть столько, сколько вы захотите, но в моем случае вот так вот вышло оптимально. Можно делать поменьше, например, если вам кажется, что ребенку будет сложно сразу столько одолеть. Можно сделать несколько таких шаров, да, на усложнение, скажем так. Все по вашему желанию. В моем случае это будет вот такое количество. Что еще нам нужно? На вторую картонку мы с вами сейчас вместе приклеим фольгу. Фольгу, ну, фольга, чтобы было повеселее, да, можно взять фольгу, которая для запекания дома, либо, допустим, от шоколадок остается часто фольга, вы ее не выбрасывайте. Сейчас мы ее на двусторонний скотч приклеим ко второй половинке картонки. Для чего нам нужна фольга? Она будет делать нам ощущение праздника, да, создавать. И, соответственно, будет основой для нашего вот этого круга, который с прорезями, чтобы он как-то повеселее смотрелся, не просто картоном. Так, сейчас мы с вами приклеиваем фольгу. Ну, я решила для этого использовать двусторонний скотч, поскольку фольга плотная. Можно, наверное, как-то попробовать на клей ПВА ее приклеить, если вдруг дома нет двустороннего скотча. В моем случае это было бы бесполезная трата времени, потому что, как я уже сказала, она не приклеится. И, возможно, это даже как-то будет понадежнее, не знаю, посмотрим. Сейчас проверим. Сегодня мы все делаем в прямом эфире, чтобы вы видели, что происходит, и что на самом деле это не занимает много времени, но при этом достаточно увлекательно и интересно для детей занятия, когда они уже непосредственно приступят к тому, чтобы играть в вашу поделку, скажем так. Вы тоже не сидите без дела. У меня не хочет отклеиваться двусторонний скотч, но мы его все равно отклеим. Приклеиваем его так, чтобы где-то по центру, чтобы у нас по центру оказалась вторая половинка. То есть, когда мы вторую половинку также приклеим, у нас получится такое блестящее основание, уже повеселее, чем просто был бы картон. Уже как-то напоминает что-то блестящее, что-то в виде новогоднего шара. Я, пожалуй, вторую половинку также приклею на двусторонний скотч. Это будет, наверное, и быстрее. Но, опять же, можно это делать с помощью клея. Просто дать просохнуть потом обязательно, чтобы это все не сползло в самый неподходящий момент, когда ребенок начнет играть. Мы это делаем быстренько. Я бы, если бы в случае того, что использовала для ребенка, я бы проклеила более основательно. Но сейчас я стараюсь сэкономить время. Поэтому я сделаю только две полосочки. Так, вот, все. Отклеила. Вот, таким образом мы присоединяем вторую часть. У нас уже вот оно так все отлично держится. Что мы делаем дальше? У меня есть еще вот такая веселая штучка в виде бантика. То есть мы можем нарисовать, да, как вот у елочной игрушки. Ну, допустим, вот здесь, да, мы нарисуем такую пипочку сверху, за которую мы продеваем ниточку и вешаем игрушку. И к ней приклеить вот такой вот бантик, да, чтобы он нам тут не мешал. Но при этом создавал, опять же, какую-то атмосферу праздника. Для этого я использовала вот такие штучки. Это, по-моему, называется тоже мишура. Но она какая-то в сосновой проволочной такой внутри. И продается тоже в любых магазинах. По-моему, в канцелярских она даже есть в магазинах. Не обязательно искать где-то. Я покупала в канцелярском магазине. Вот, мы этот бантик тоже сейчас с вами быстренько приклеим. И приступим к тому, собственно, что же у нас такого тут интересного и развивающего для ребенка. Приклеим. Эти штучки мы сделаем так, чтобы они нам не мешали в процессе игры. В общем, вот как-то так, да, будет выглядеть наш новогодний шар. И для чего же мы делали с вами прорези? Они нам нужны для вот этих коктейльных палочек. А для этого нам нужно вот из этих коктейльных палочек сделать маленькие вот такие вот, нарезать, да, штучки, чтобы они помещались в прорези. Я уже подготовила для этого карточки, по которым ребенок будет выкладывать эти трубочки. И сейчас нарежу их по цветам, которые я обозначила на карточке на этой, чтобы мы потом с вами смогли посмотреть сам процесс игры. Поэтому нам понадобится, получается, красный, вот у меня есть уже одна нарезанная, да, красных две штучки. Вообще, я предлагаю вам просто сразу нарезать много-много трубочек вот таких, да, чтобы потом уже не заморачиваться и не подгонять их. Сделать основание и нарезать много трубочек разных цветов, и потом уже по ним рисовать вот такого плана карточки. То есть, опять же, карточки, раз мы уже о них заговорили делать, несложно. Мы просто берем формат, там, любого формата, да, картон, и обводим, опять же, что-то круглое по диаметру этого шарика, и рисуем внутри полоски разных цветов по количеству прорезей. Рисуем в любом порядке, как вам хочется. Здесь добавляем для веселья, да, тоже какой-то такой вот бантик, там, что-то, что-то, чтобы было похоже на нашу основу, на наш шаблон, чтобы было похоже, да. И получается у нас вот такого плана карточка. Так вот, сейчас мы быстренько с вами нарежем нужные нам цвета, и посмотрим, каким образом будет выглядеть эта игра. И вообще, для чего нужна такая игра? Что у нас в ней развивается? Вы уже у меня опытные зрители, да, вы знаете, что когда мы совершаем вот такие щипательные движения, когда ребенок совершает такие движения, это у нас развивается что? Мелкая моторика. Мелкая моторика нужна для чего? Она нам нужна для всего, собственно, потому что мелкая моторика – это основа развития нашего мозга. Особенно в детском возрасте, когда детки еще только и умеют что трогать, все руками – это основа развития мозга, речевых центров. Очень тесно связана мелкая моторика с речевыми центрами. Это тоже нужно помнить. Поэтому, если у ребенка вдруг… Улетела наша палочка. Если у ребенка вдруг какие-то сложности, да, с речью, плохое произношение, например, какие-то звуки он не выговорит. Помимо занятий с логопедом, вы тренируете еще и мелкую моторику. Так, у нас получается, раз-два, не хватает голубой еще. И вроде бы все. Сейчас проверим. Сегодня все с вами проверяем вместе. Палочки улетают. Так, все лишнее убираем. Так вот, что нам нужно будет предложить ребенку, скажем так? Что мы выкладываем перед ребенком и каким образом объясняем задание? Вот перед тобой лежит новогодний шарик. Я сейчас тебе буду давать карточки, а тебе нужно будет разложить трубочки по цветам в эти прорези. Соответственно, карточки, которые ты видишь. Начинаем. Вот мы видим, что вверху у нас красная палочка. Мы ее кладем, украшаем наш новогодний шарик. То есть для ребенка, да, это украшение новогодней игрушки, новогоднего шарика. Но в соответствии с определенными правилами. Так, здесь у нас будет зеленая палочка. Здесь голубая. Здесь синяя. Здесь у нас снова красная. Зеленая. Так, голубая. И синяя. В процессе данной игры ребенок работает, во-первых, да, работа по образцу. Это тоже определенный навык, когда ребенку предлагают образец, а он в соответствии с ним координирует свое действие в соответствии с этим образцом. Это важное умение для школьников, потому что в школе очень много заданий, которые предлагаются именно делать по образцу. Дальше, что у нас еще работает? Понятно, что цветовосприятие у детей, поскольку здесь работа с цветом присутствует, соответственно, мы запоминаем, повторяем цвета, все что угодно. В зависимости от уровня знаний на данный момент у ребенка. Что еще? Логическое мышление. То есть мы должны соотнести то, что у нас есть палочки, есть основа, есть карточка, и, соответственно, подумать, предположить, куда нам нужно эти палочки разложить. Так, то есть мышление здесь работает активно. Ну и, конечно же, я вам уже говорила, что работает тут мелкая моторика. Во-первых, взять палочку, во-вторых, положить ее, да, расположить ее в прорези. Соответственно, очень много всего в этой игре у нас задействовано. Это раз, а два, это такое, скажем так, предновогоднее, да, предновогоднее настроение, которое тоже немаловажно начинать создавать уже сейчас, особенно у детей. Пока мы создаем предновогоднее настроение у детей, оно появляется и у нас, потому что нам с этим сложнее и сложнее с каждым годом. А у детей оно есть само по себе. А на этом у нас сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про наш телеграм-канал, там мы будем выкладывать новую информацию. Если у вас остались какие-то вопросы по этой игре, либо, может быть, какие-то еще, оставляйте их в описании к видео. А на этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok